Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение ретро-партии в пятую Циву. Ну там только я что-то говорю, все остальные молчат. У меня отвалилось. 10 лет исполнилось в сентябре с момента выхода Seedmare Civilization 5. Я отыскал у себя в закромах аж несколько партий в пятую Циву, которые я не выкладывал. Вот в данном случае это какой-то полуфинал турнира. Я играю за Краффаген и если вы вдруг не с первой серии смотрите, а случайно наткнулись на это видео, то перейдите к первой серии, пожалуйста. Ссылка есть в описаниях к этому видео. Так, я тут что-то начинаю много юнитов терять и мне это не особо нравится. О, блин, не добил. А нет, убил. Только померились. То есть вот эти две подлодки я могу сейчас потерять. А, у него еще две подлодки было. Так, ну это у него тоже умрет. Так, он бомберами. Я в конце прошлой серии много самолетов потерял. И я тут не прав в том, что я на своих авианосцах вообще не использую истребители, ну не перехватываю бомберы соперника. Так бы он мог сейчас очень много юнитов потерять на самом деле. Ну, в смысле, самолетов много потерять. Но все равно элефантина выглядит, как будто она упадет следующим ходом. А вот, кстати, истребитель. И вот я его прокачал на перехват. Теперь мне его надо размещать. Я вот, правда, не помню, в каком радиусе они работают. По-моему, 7 клеток. Ну, вот 5 клеток это первые точно истребители. А на каком радиусе эти? Кроме того, эти истребители еще и засвечивают территорию в своем радиусе. Тоже важно. По-моему. Так, вот тут тоже можно было бы, конечно, Блиц взять, но у парашютистов в пятой цели, я считаю, есть такой баг. Тут, кстати, запрещено Блиц брать, я думаю, в турнире. Всего раньше так было. Потому что вообще парашютисты как бы не могут... Я так напомню, что парашютистами и эксхомами в первой половине. Да, да, да. Этого юнита, парашютиста, по-хорошему, не атаковать, как высадишься. Ну, и как бы эмпирическим путем все решили, что просто Блиц запрещено брать. Ну, потому что ломается игра тогда. Ну, и то же самое XCOM касается. Потому что XCOM тоже может... Ну, собственно, парашютисты апгрейдятся в XCOM. Это то же самое, что они высаживаются и могли бы сразу атаковать. Это слишком крутая способность получать. О, еще потерял. Нет, подождите, или не потерял я бомбер. Если один нанес урон, да, потерял. То есть у нее там тоже куча истребителей, которые перехватывают мои бомберы. На самом деле я вот сейчас хреново очень воюю. Я кучу самолетов потерял и несколько... Кораблей. Ну, как бы довольно бессмысленно. Мне по-хорошему тут скорее надо было больше истребителей делать. Сначала ставить их на перехват. Потому что он вынужден мои корабли обстреливать. А потом, как только он их обстрелял, можно было бы... Плохая идея была. Хотел проверить. Показывалось все наоборот. Должна была лошадь сдохнуть. Я двух самолетов слил на тебя. По глупости. Можно было бы сначала перехватить его бомберы, которыми он атаковал мои корабли. И он бы потерял много бомберов. А потом бы просто зачистить небо, если у него там остаются какие-то истребители. И уже своими бомберами атаковать. Я просто тут бы доминировал. А так бессмысленно потеряно... Так, ну по идее корабль... Элефантина захватывает. Не вот зря я потерял этот корабль. Честно говоря, что я делаю. Не факт, я пошел. Ну один из... Еще несколько было. А зачем? А почему я не каперам захватываю? Что я не каперам захватываю? Что я не каперам захватываю? Что я не каперам сейчас заболел? Или у меня уже у капера уже ходов не хватало? Какой там последний? Сейчас еще кавалерию потеряю, да? Ну, воюю отвратительно. Ничего нового. Только вот сейчас на перехват ставлю. Хотя это надо было первым... Вот. Видели? Только что сейчас меня как раз истребитель перехватил один из его бомбардировщиков. Он пытался мне капер убить. Ну я думаю, у него много там бомбардировщиков явно. Очень много юнитов потерял. Просто потому что... Ну он сейчас элефантину отобьет обратно. И мне в принципе можно опять ее... То есть с каждым захватом уменьшается население в городе. И соответственно уменьшается количество городов, необходимое для уничтожения этого города. Понятно, что мне он... Этот город никак не удержать. Мне его надо уничтожить. Реально много юнитов потеряно в этой битве. Ну вот что я сейчас рассматриваю? Мне надо социальную политику принять. Мне надо проапгрейдить юниты. Вот там появились. Музыкант. Шедевр сделаем. О, наконец-то я привел поселенца на уран поставить. Блин, я просто решаю как-то варварский парашютист. Это дезертиры из наших парашютных войск, которые не хотят воевать с Египтом. Они пошли организовали... Пошли организовали варварские отряды. Ну подойди, обстреляй элефантину. Я не понимаю, что я тут жду. Эти раненых, конечно, надо отводить и лечить. А я вместо этого... Ну то есть тому линкору конец, очевидно. Ага, видите, элефантину никто не защищает. Можно спокойно обстреливать бомберами. Все, можно захватывать опять. Один житель остался. Сидя у вас там развлекуха. Да, они туда-сиданали. Ну я странно... Еще странно, что я... Броненосцами захватывал, а не... Кавалерии. Ну наконец-то... Наконец-то я решил рационализм прокачивать. Покруга это если бы мы тут даже присоединились. Прокруга это если бы мы тут даже присоединились. Так, пишет, мы двоих расписали, да. Бегу еще, вот, чувствуется, прям с таким сожалением это сказал. Хорошая попытка. Не, ну, я как биаря намекаю, может быть надо на другую сторону посмотреть. Что тут смотреть? Что тут смотреть? Тут уже минут 45 ходов. Развлекаемся, даже уже 46-й пошел. Тут 47-й. Да. А вам, по-моему, развлекуха нормальная такая. Ну да, конечно, кавалериями все на 4. Просто проблема кавалерии в том, что она не может захватывать город, не встав под удар. Я бы не делал так. Кстати, в 5-й цеве, в 5-й цеве подлодки не могут города обстреливать. И все, я ничего не путаю. Так, значит, на перехват ставим. Давай, не успел, похоже. А ты даришься, блин. Ну, без ядерки, да. Да. Если я дарикаю, не честно. То есть, считаю, сколько клеток для перехвата. Ну, у меня все еще есть еще один броненосец для захвата города. Я тут контролирую, чтобы в Вильнюсе не строилась подлодка. Я не очень понимаю, почему я туда поплыл. Может, я думаю, что уже какая-то построилась подлодка. Ну, вряд ли. Ну, играю, я считаю, очень невнимательно. Тут, конечно... Всю партию как-то, знаете, вот... Полное ощущение, что... Что ты разошелся. Я не очень понимаю, что делать. Есть немного. Ну, давай там полегче как-нибудь. Просто тотально проиграна воздушная война. То есть, я слил кучу бомберов. Просто об его... А, вот сейчас у меня перехватил... Перехватил... Ну, у меня только один истребитель. Ну, убери ты корабль, господи. Не может быть. Я посчитал, через сколько лет он еще может видеть. Очень, очень легко тут Египет бы брался, если бы... Я догадался не только бомберы строить, но и истребители. То есть, у меня было достаточно штуки четыре истребителя. Он бы терял все бомберы об них. У меня с тремя прокачками они были бы. То есть, у меня перехват был бы очень сильный. Альхонтини. То есть, он бы терял бомберы, обстреливая мои морские юниты. А мои... Ну, меня это как бы устраивает. Я не собирался его оставлять себе. О, можно деньги поднять, оперу продать. Или нет, подожди, пожалуйста. Сжигай, голландец. Слушай, ну... Он тебе отдал, все, сжигай. Потом вернешь. Следующим кодом вернешь. Не надо, голландец. А что ты его слушаешь? Он тебе отдал город, сжигай его совершенно спокойно. Я не собираюсь. Я не собирался его там захватывать что-то. Меня не устраивает просто, что он там морские юниты. Ну, блин, голландец. Ну, Лигу, слушай, ну... Помогите мне деньгами. Что вы как марионетки у Сириуса, понимаешь? Что Ара, что ты. 600 монет. Он обманывает в договорах. Ты тоже можешь обмануть. Взял 600 монет и сжигай город. Ну, ты понимаешь? Вот он пользуется вашей честностью, понимаешь? Моей, вашей. Потому что он не держит слово, а вы держите. Вот он дал тебе деньги. Ты теперь не будешь город сжигать. А если лучше бы взял деньги, чтобы ему плохо сделать, сжег бы город. Кидай сколько тебе. Нет, да, от того, что ему плохо будет. Вообще. Блин, надо больше. Что-то я не увидел где город поставил. Стоп, подождите. А если по правилам нужно было передавать сейчас город? Там больше половины. Даже сейчас больше половины. Так это ты при передаче она восстанавливается вообще-то. Я просто не помню, что было. Больше было и обратил внимание на это. Лигу ты кидаешь, нет? У тебя нет столько, сколько надо. Надо сейчас сжить. Да сожги ты город, ну пожалуйста. Слушай, ну 7 секунд. Сжигай ты всё. Сжигай город. Сжигай, ну блин. Лигу, чё ты как это? Ведёшься. Он использует тебя просто на ровном месте. Всех использует. Этот ему уран дал. Этот ему город, типа, берёт и обратно отдаёт. Ну так не за бесплатный уран-то мне дал. Я вообще-то там ему не знаю сколько дал. Ну, по-моему, я не знаю, что может быть дороже урана. То, что я скидываю его на конкурента. Нет? Конкурент тут ты, открой демографию. Мы с Арой, блин, автократы. Мы тебя всё равно никак не можем по науке догнать. Всё равно никак не можем по науке догнать. Да ладно. Кто-то в стелсах, ребят. Ну, это и... Ара, что ли? Это Ара, значит, в стелсах. Либо ты в стелсах. Нет. Ара, это, походу. Ну, значит, тебе Лигу недолго осталось. Ну да. Ара, уверенно, уверенно, уверенно шёл. Всю игру тебя. Мне нужно забрать голландца. Ну... Упорно. Не надо тебе это. Упора, да я бы сказал. Это не те троиды, которых вы висите, да? Да. Ну, если сиам в стелсах... Хорош. Да ладно. Против стелсов неинтересно. Ага. Против ядер как неинтересно, ты же сказал. Ну, стелсами вообще нечестно. Ну конечно. Ну, голландец уже точно не вывезет. Просто потому что от стелсов нету защиты. Тот, кто быстрее выйдет, тот и победил. Собственно говоря, я от Егиты отстаю на 10%. По производству отстаю в полтора раза. То есть, блин, всё на первом месте. Сплошной Египет. И он что-то ещё говорит. Я не знаю, о чём это началось. Я вообще-то ничего не говорю. А я так Лёша отстал по науке. Не пойму. Потому что автократия делала. Ты шёл нормально-нормально. Да мне... Ты моего шпиона убил. Это вот всё... Это всё... И сыграло основную роль. У меня же перестало по науке что-то идти. Уже давно. Но я сам уже теперь ворую у вас. На самом деле, я объясню почему я отстаю. Потому что я не закрыл рационализм. Для меня просто как-то неожиданно. Ты отстал уже на 7 технологий. А я раз не закрыл рационализм, то я не могу за веру покупать учёных. И более того, я даже эту веру не коплю. А за неё покупал инженеров. У меня реально куча лишних инженеров было на ненужные чудеса по-хорошему. Я должен был давным... У меня была нормальная культура, я зачем-то слишком много автократии принял, которая ненужная была. Реально ненужная тогда. Гора, переключаться пора. Еще пора. Переключать свои войска. Да он тебе вынесет, я так понял. Да я уверен, конечно, автократы и вынесут. Я понял, что он должен быть разменти, совершенно. Я как бы ни на что уже в этой игре не претендую особо. Если мне повезет друг друга, разве что закидаете, я каким-то чудом смогу улететь и догнать вас. Но это нереально. Я отстал сильно. 15% по науке. Ты что это высчитываю? Типа, что я могу подплыть подводную лодку, он мой увидит подводную лодку и обстреляет самолетами? Из Вильнюса. Просто смысл в том, что ты заберешь меня. Ну, проблемой остался Вильнюс, но из Вильнюса ему как минимум плыть долго надо. Так давай договоримся. Это не то, что элефантина. Он построил подводную лодку, выплыл, раз в ход, второй и уже со второго долетает ядерка. Да нет, например. Потому что не буду некие ядерки там не пакать. Понимаешь, ты же не можешь подарить мне статую свободы, правильно? Да, статуя свободы стоит того. Тут я соглашусь с голландской, ой, с Сианом. Там, если б ты её мог демонтировать, привести в этот Сукатай, я бы вообще легко с тобой смирился. О, Союз Аполлон. Улетаем. Так, а медь это у кого? Это у Египта, что ли? Конечно. Ага, он ещё хочет идеологию убрать. Так, как бы так сделать, чтобы медь прошла и идеология осталась? Слушай, у нас там будет 30 голосов. Ага, у них 16. Ну, я думаю, важнее, чтобы автократия всё-таки осталась. Ну, я тоже так думаю. Ну, я, короче, держу автократию. Да. Ну, нам, понятно, надо автократию оставлять. Это больше штрафа даёт. Ну, на сайт там Сиан всё вбросит для того, чтобы она не ушла. А тут постараюсь. Ну, там не получится. Там, скорее всего, голландец и Египет против того, чтобы медь. Ну, это не страшно. Ладно, медь уже. Четыре несчастья было бы. Идеология намного больше даёт. Ну, то есть, вот, видите, мне сейчас приходится заниматься тем, что боятся того, что на меня Египет просит уран. Хотя, вот, очевидно, Сиан – лидер. Он даже уже встал. То есть, вот он сейчас забирает голландца. Дальше у него, по-моему, заканчивается с Египтом. Он говорил, в прошлом, 209-й ход вроде защитный пакт заканчивается. То есть, Сиан либо на меня нападает, либо на Египет нападает после этого. Это 10 ходов буквально. На Сиан, ой, Голландию он заберёт, я думаю, хода за пять. Может, за четыре. И как сопротивляться? О, смотрите. У Египта тоже уже стелсы? Я рад, а не боишься, что за тебя ядерка принадлежит? Видите, как далеко они дотягиваются. Не лёшина. Не. Блин, а что я сейчас преду? Предложу голландцу, по-моему. Чё ты понимаешь, где? Я посмотрел, что это посольство с Сианом было. Зачем я, интересно, посольство. Ну, тут я... Вот, реально, я в конце партии просто... Он уже обстреливает мой город. Затупил. И проект Манхэттен не построил. Хотя мог и мог уже давно кинуть ядерку в Египет. То есть, поздно поставил город на уран. Проект Манхэттен не построил. У тебя что, так мало, Армия, Лёш? Не знаю, чё случилось. Средняя 272, у меня 244. Ну, мы тут повоевали вообще с Сириусом. Как вы игрушки играете? Ну, Лёш, там... Уменьшилась слегка у меня армия. Я бы не сказал, что слегка. Да, это я так существенно, кстати. Потерял. Ну, сейчас он будет высаживать. Я не знаю, вышел ли он в Экскомы. Парашютисты, по идее, не должны дали... Да... Хотя он может, опять же, по территории Сиамы пробежать. Может быть. Мне бы там контролировать. Кто в Экскомах? А, насчёт Экскомы. Да, я уже понял. Нет, пара. Ну, кто-то... Они, конечно, там вдвоём вместе. На пару. Зачем мне... Зачем я атомную электростанцию строю? Нет, она, конечно, прикольная. Но не в момент же войны, когда у тебя города забирают. Ну, несмотря на всю дальность Селсов, видите, он похоже только до... Ну, он, наверное, заберёт новый Карфаген, туда перебросит ядерку. То есть мне как бы надо как-то её обратно отбивать? То есть об этом думать? Так, вот сейчас он будет... Блин, я не успел там проголосовать. Там голосование какое-то было, да? Sorry. Блин, у тебя два города. Неужели это столько юнитов, что ты вот реально не успеваешь? Да, чё-то застыкалось. Сейчас будет, скорее всего, Экскомы высаживать. Ну, опять же, поправил... Чтобы парашютисты не высадились. За каждую адреску шёл. Мы уже в Египте пошли. Ну, у Вары тоже Экскомы. Делать не могу только понять, как ты так отстал-то? Ну, вот отстал так как-то. Чё-то, чё-то отстал. А у тебя не было веры, да? Чтоб покупать учёных? Как я могу учёных покупать, если я рационализм не закрыл? Ну, вот, собственно, моя ошибка. Я не закрыл рационализм. Да, туда понятно, как ты отстал. Или ты ещё ждёшь, потом собираешься их прожигать? Ещё жду. У нас же нельзя по правилам ждать учёных. Ты чё, забыл? Нет. Ну, можно же покупать потом учёных за веру. У меня не закрыт рационализм, и как я могу покупать учёных? Ну, ты хочешь закрыть и купить, и к этому... Ну, как я хочу закрыть? С языком и рационализм, как я его хочу закрыть? Я не смотрел, сколько у тебя. Я так предполагаю, почему ты так отстал. Да. Именно так вот. Легу всё правильно говорит. Не надо было с Египтом дружить. Надо было сразу ему захватывать просто, и всё. И это правда. Я тоже всегда жалюю о том. А он и подлодочкой. Это какого-то него нашего в начале игры. А потом от него беды. Они так вдвоём притихли, там что-то договорились. Я тоже не с оборонкой. Я последний раз предлагаю. Кому предлагает, вы услышали? Лёш. Что, Сириус? Что, Сириус? Ты свои договора, которые ты не исполняешь... Нет, я... Пускай я договорю. Предлагает он мне оборонку. Ты ж своё слово не держишь. Я заключу с тобой оборонку после этого. Ты слово своё не держишь. Почему ты заключишь? Просто нет смысла в конце игры заключать оборонки с человеком, который впереди по науке. То есть, так как он принял, ещё раз повторюсь, там кто-то мало играл в пятую целлу, вот мы, Сиам и я взяли автократию. Мы будем отставать по науке от тех, кто взяли свободу и порядок. Ну, грубо говоря, если так вот считать, что одинаково играем, очевидно, что и развитие у Египта хорошее. То есть, он будет в любом случае впереди по науке. Это означает, что заключение оборонного договора... Вот у нас такие правила, что при защитном пакте нападать нельзя вообще. Это на 25 ходов. За 25 ходов вполне тут уже можно, судя по тому, в каких он технологиях, собственно, осталось строить... Да, блин, я забыл про его подводную лодку, занимаясь тут апгрейтом. Да. А вот. То есть, за это время уже вполне спокойно можно улететь, у него только один соперник. Первый раз какая-то такая игра, что мало союзников у игры. Соперник будет только Сиам. А все дань трясут с ним. С другой стороны, конечно, Сиам, мне кажется, вполне может один на один Египет вынести. Я не трясу. Но... А вдруг нет? У меня он один козыл, я не знаю каким чудом, я его всю игру засадил. То есть, мне надо исходить из того, чтобы мне тут можно было как-то победить? И вообще, вот эта война с Египтом вместо того, чтобы... Ну, то есть, понимаете, я не могу не воевать с Египтом, предполагая, что он заключит со всеми защитные пакты. Тем более, что с Сиамом у него защитный пакт до 2009 года. То, что Сиам не улетит по науке, это я в этом 100% уверен. Он будет воевать, он потом будет либо со мной воевать опять, либо с Египтом. И Египет точно будет в космическую победу идти. Ну, и при том, что я еще ему и не верю в течение всей этой игры, просто несколько раз был обманут. Поэтому, ну тут как? Ну, в принципе, конечно, мы сейчас играем на победу Сиама, получается, вот эта вся война. А там я вообще просто проспал все юниты, типа... Вот сейчас я просто, я не знаю, то есть, важнее проапгрейдить юнит, чем убить подлодку, которая там тебе все юниты убьет. Так, ну тут Карфаген... Я не подвел, никакие войска не подвел, чтобы отбить обратно этот... Не попадешь. Блин, я попробую батарейки на мышку садиться. Ну это ж хорошо. Не сказал бы. Я вместо того, чтобы убивать важные юниты, занимаюсь апгрейдом. Бам. Улучшение. Блин, а что видно там, что ли? А как видно? Да. Ну это ж холм во втором радиусе от столицы Монако. Третий радиус. Второй радиус от столицы Монако. И на холме. Точно. 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 Ну, Монако разъелась. Так я еще и ту подлодку потерял к вас. Я так заботился о нем. Ну не знаю, мне тут очевидно, что я не собрано и без особой цели тут играю. Вот у Египта была цель всю игру на меня напасть. Полетели дружочки. Он почему-то всю игру считал, что я его главный конкурент. Хотя у него в соседях находится Сиам. И я вот в течение всего вот этого комментирования, то что после того, как Сиам забрал половину Кельта и Майя, я думал, что Сиам лидер. И была первая возможность нападать на тот же Сиам, пока он на голландца нападает. Ну, я так... Видимо, Египет сильно боялся, что я приплыву в него и буду ядерки бросать. Собственно, то же самое и я боюсь. Ну, у меня-то сколько? Шесть приморских городов, а у него один. И мне достаточно было его под приморский город убрать. Чего я не сделал. Конечно. Зачем-то повелся на договора дружбы, хотя надо было просто забирать город. Ну, г-г. Он прям сейчас забирает уже. Ну, следующим ходом. Ну, с другой стороны... Тебе спасибо за игру. Забрал бы я город, и... Он бы в упор, наверное, пошел. И сколько это продолжалось вообще? Ну, эх, Лего, оставляешь метод на растерзание. Думал, так рад. Подоложалось. Пятьдесят первый ход. На пятьдесят втором он заберет. Хе-хе-хе. Блин, прикиньте, пятьдесят два хода. Четверть игры они воевали. Целую четверть игры. Мы начали воевать еще с арты. Даже не с арты. Ты начал пушкой, и потом и арта подъехала. Я вышел во арту, и пошел во арту, и пошел. Да, пошел во арту. И сейчас уже, блин, инфаркционная эра, и ты до сих пор воедешь. Только заберешь. У меня там арта уже не знаю, сколько там... Насколько прокачалось. Все равно не понимаю, почему Египет концентрировался на мне, а не на Сиаме, который в это время с Голландией воевал. То есть, да, я... Я бы объявил Египту войну, если бы он объявил Сиаму войну, но единственное, что я мог у него один город забрать, и все. У меня сейчас великий торговец должен появиться. Да и у меня... Мои зрители комментируют то, что деды начинали воевать. Правники заканчивают. Деды воевали, да. А в это время Египет у Сиамы мог самые крутые города забрать вместе со столицей, пока у него все сконцентрировано. Сейчас сжечь. Все сконцентрировано около голландца. Машел посадить, если хочешь. Полторы тысячи там почти за него. Ну, давай, давай радостно. Давай свою ядерную ракету кидай. Ну, сейчас он будет из нового Карфагена. Вон в бутику попал и в Карфаген старый. 11,5 стало. Тебе спасибо. Достойно было. Ну да, Олегу, конечно, долго сопротивлялся. Но у него очень странная, честно говоря, была тактика. То есть, сначала он шел в фарфоровую пагоду. Ну, при малом количестве городов, я считаю, тебе надо идти в более, ну, по военной ветке. Так, сейчас надо добить город, я его заберу обратно. Ну, конечно, там у него стелсы, но это ему намного сложнее отбивать. То есть, потеряно... Я не думаю, что он Карфаген может забрать. Больше ему кидать нечего. Ну, не знаю, вот Гадас мог бы, наверное, еще попробовать. А почему Гадас? Наверное, стелсы, да. Ну, посмотрим сейчас. Так вот, ему надо было не в фарфоровую пагоду идти, а в армию, во-первых. То есть, тут в развитии с тремя городами просто... Ну, хорошо, у него было четыре города. У всех остальных было больше городов. Он не может по развитию здесь обогнать других участников партии. Ему надо было идти по нижней ветке, первым выйти во рту и попытаться на того же Сиам напасть первым. А даже если не нападать, то уже Сиам ему ничего бы не мог сделать. А тут он, во-первых, вышел в фарфоровую пагоду, а во-вторых, зачем-то отдал свой уголь Египту, который первый принял идеологию, при этом что у него угля не было. Я вообще такого не припомню, чтобы первым принимал идеологию тот, у кого нет угля. Да, это можно сделать, выйдя в радио, но для этого надо очень-очень сильно по науке всех опережать. А тут просто вот человек тебе дает уголь на ровном месте, хотя и сам голландец последним в итоге вышел. Так, у него, ну очевидно, что у него в Гадасе сидит шпион у Египта. Ну и перехватчики тут бесполезны, они, к сожалению, вот стелсы в пятой циве, ну откровенно сломанный юнит, потому что он не перехватывается. Есть более современные истребители, да, еще есть современные истребители, но они тоже не перехватывают почему-то стелсы. То есть стелсы просто незащитимы никак. Вы никак не можете защититься от стелсов. Вот это, я считаю, что это сломанный юнит. А вот и моя ядерка. Я уже, кстати, не помню, как тут кидается ядерка, но по идее она... Там... А, там как-то странно, с моря только с атомной подводной лодки можно бросать. Даже не с авианосцами, бомбардировщиками, как в шестерке. Ну я брошу, конечно. Отсюда она, по идее, не долетает до египетских городов. Тут далековато как-то. Видите, купил сагунтуми, чтобы он никак ее не мог захватить или перехватить. Да, ну все, уже настрой осталось. Голландия тут... На самом деле, ну, мне очевидно, что тут Сиам победил. То есть я не очень представляю себе, как я или Египет можем тут победить, ведя войну друг с дружкой. Мириться мне с Египтом, я считаю, уже бессмысленно. То есть, после того, как мне он так вот города уничтожил. Ну, это, конечно, удача, я считаю, Сиама. Очень большая удача, что Египет вот захотел. Знаете, мне кажется, почему я долго не строил проект Манхэттен и не ставил город на Уране? Наверное, для того, чтобы показать Египту, что я не собираюсь на него ядерки бросать. Потому что Уран был только у Сиама, по-хорошему. Но я сейчас предполагаю, это я фиг знает. Египет взял Уран у Сиама. Притом, знаете, вот если бы я рядом находился, как сосед Египта, это, естественно, было бы глупо, с моей стороны. Но он не может просто вот... Из-за дальности нахождения моих городов, он не может просто мои города нормально забрать. Он может мне только вот прилетать и гадить вот таким образом. К тому же у меня все мои караваны остаются, потому что они морские. Он их никак не может разграбить. У него нету юнитов. Города я буду отбивать обратно, но у меня теперь нету шансов победить. И я уж, будьте уверены, соберусь и отомщу. Поэтому найдемся и отомстемся. Поэтому тут... Вот тот момент, как мне кажется, когда Сиам дал Уран Египту, он победил. Просто потому... Я вот не могу понять, почему у Египта всю игру была фиксация именно на меня. Почему он считал, что я здесь его главный соперник, а не соседний Сиам? Вот никак не могу понять. Хоть убейте. Слушайте, кавалерия неплохо так икскомы атакует. И как шашками, знаете, по космокостюму. Хренак, хренак. Так, куча... Куча икскомов будет потеряна. Окей. То есть, вот это вот все можно было потратить на Сиам, представляете? Я бы, к этим, на месте Сиам еще Египту Уранчика бы выдал. Ну, чтобы он продолжал кидать, утратил бы производство на меня. Так, ага, убирать, убирать. Фу-фу-фу-фу. Это он видит за счет XCOM'а. Видит за счет XCOM'а. Там у меня четыре самолета, извините, на авианосце. Ну и вообще моя игра тут... Такая не собранная абсолютно. Это просто очевидно. Это... Вот это нахождение, видимо, на отшибе, оно просто расслабило. Я сидел в домике, строил без особой сконцентрированности на происходящем. Видите, я атакую истребителями просто потому, что их нету смысла на перехват ставить против стелсов. Вообще не работают. Просто вообще не работают. Ну что я не знаю. Что тут еще отметить? Две причины. Просто две причины поражения. Первое. Не захват элефантины. Я считаю, что когда... Фрегатами ее было тяжело еще захватить, но как только я вышел в линкоры, надо было просто сразу идти и захватывать. И он был вообще... И, возможно, мы бы просто тогда договаривались спокойно. Он бы... Даже если бы Египет боялся, что я на него буду бросать ядерок, он бы все равно ничего не мог бы сделать. Правильно? И мы бы могли уже договариваться о союзе против Сиама. А вторая причина просто отсутствие плана на игру. То есть я вообще даже не представлял, как мне тут выигрывать, и не было никакого четкого плана, действий, что делать. То есть такая какая-то расхлябанность. А куда долетает вообще ядерка? Можно показать, куда ядерка долетает? У-у-у. Да. Я сейчас считаю, сколько клеток она. Видимо, 13, по-моему, себе не изменяет память. А, 12, вон, написано ниже 12. 12 клеток это очень далеко. Ну, не знаю, что в Карфаген Нового перекинуть в конце хода. Ну, до Мемфиса только долетает. А мне бы несколько городов бы накрыть ею. А атомные подводные лодки я вообще планирую открывать? Я так считаю, как будто... Ну, тут еще в пятерке он может фаст-кликом наоборот проатаковать Карфаген Новую, и у меня убьется это. Ну, я... Почему я не кидаю ядерку? Что вот сейчас я делаю? Типа, я так не хотел Гадас терять. Ну, ладно, давайте кинем. О, в Дуб... В... Между Дублином и Мемфисом территорию оба города бы я накрыл. Вообще... Вообще абсолютно невнимательная игра. Ну, Гадас я отобью сейчас. Все равно. И мне кажется, ему больше нечего будет делать, потому что у него, во-первых, в Гадас у него ушел шпион, получается, как он его захватил, он придется заново сажать. Ну, давай, ты, может, уберешь линкор. Подлодку он не видит. Ну, вот что я сейчас хочу? Ну, Мемфис ловил ядер. Да у вас там висели, ребят. Да, не вмешивайся, да. Там Сиам радуется. Ну, Сиам, я думаю, уже победу празднует. Потому что Сиам явно недалеко по науке от Египта, который вкладывается в... Ты же понимаешь, что он детали строит? Аж понимаю. Где? Ну, тут... Скажу, где им город, где строят детали. Тут на самом деле все просто. Сиаму надо сначала забрать Египет, потом меня. Почему сначала Египет? Потому что он впереди по науке. И, соответственно, может, пока он забирает меня, например, Египет может... Если Сиам будет забирать меня, то Египет может улететь. А я уже не могу улететь, потому что я даже от Сиама отстаю. Так что... Я бы на самом деле на месте Сиамы как можно дольше сидел, сейчас ждал, сколько мы тут воевать будем. Какие-то атомные электростанции строю. Куда это я инженером плыву? А, я, наверное, буду инженером ускорять строительство ядерки. Как насчет... Да. Вот сюда. В атомные, подводные. Ну, и что там? Ну, конечно, основная моя наука просела. Было около... Около 1200 было науки, а стало 600, потому что куча населения погибло под ядерным ударом. Они генерировали основную науку. Стыдно договора не соблюдать. Ты сам объявил мне войну. Когда ты нарушил договор? Как будто бы ты не объявил войну. И уже в твоих кораблях окружал войну. То есть, у тебя защитный пакт с АР-2009 года. Ты построил ядерную подводную лодку и строишь в столице ядерную ракету. Ты, наверное, хотел на голландцы ее скинуть. Я хотел на голландцы ее скинуть. Ты мое предложение получил, ты от него отказался, Леша. Сириус, не надо переводить стрелки. Это называется шантаж, понимаешь? Ты просто не соблюдаешь договора. Обо всем, о чем ты договаривался, я выполнил. Я посылал тебя к чудесам света. Все, пожалуйста. Ты по мелочи и лодку выдвинешь, поставишь посмотреть и прочее. Я не объявлял войну до того момента, пока ты не построил ядерную подводную лодку. Еще под видом того, что я плыву тебя захватывать кавалерией. Это прям, ну, прям обсмеяться. Это как на каком-то стриме мне в комментариях писали, что Леша улетает в ближние слои атмосферы на двигателе внутреннего сгорания. Типа что-то такого сейчас происходит. Но, то есть, Сириус апеллирует к тому, что он же мне предлагал защитный пакт. Но у меня как бы и с Сиамом не было защитного пакта. И с ними не собираюсь. Я не собираюсь в конце игры никогда. И даже сейчас. Я предлагаю защитные пакты в конце игры, только если я считаю, что я могу улететь раньше всех. Вот это, да, имеет смысл. Ну, собственно, поэтому я и думаю, что так и поступает. Египет поступал. Что он прекрасно понимал, что он по науке лучше нас будет. Потому что он в порядке. А, да, я забыл еще в плане ошибки своей. Третья моя важная ошибка. Я просто не закрыл рационализм. И не брал, не покупал за веру ученых. Я просто столько науки потерял. Поэтому я отстаю, например, от того же Сиама. Который тоже автократ. Я, ну, как минимум, ученых, наверное, четырех ученых не купил. Ну, и вместо... То есть у меня вот сейчас есть вера даже на ученого. А до этого я вместо ученых покупал инженеров. Потому что у меня была закрыта традиция. И стояла автоматическая покупка инженеров. Это, конечно, ошибка. Надо было покупать... Ой, убили под лодочку. Ну что, доплывет? Вот что я делаю? Ну, почему не подплыть под лодкой? Не попытаться убить то, что там убило? Ну, сейчас он не может ни Гадос, ни Карфаген... Ни новый Карфаген обстреливать стелсами. Просто потому, что у него нечем засвечивать их. Ему надо опять шпионов туда сажать. Ну, я, конечно, поспешил. А, я даже еще атомные подводные лодки не открываю. Я не вышел в бомбоубежище. Я не построил этот... Как его? Проект Манхэттен быстро. Уран. Ну, опять же, я повторю. Мне кажется, это я делал, чтобы Египет меня не боялся с ураном. Он вместо этого решил, что, очевидно, в меня можно бросить уран в виде бомбы. Запихнуть урана в бомбу и приехать бросить на меня. В это время Сиам 50 ходов пилил голландцев. Вот что я мог бы сделать Сиаму? Просто даже интересно. Вот серьезно. Что я могу противопоставить Сиаму по-хорошему? Возможно, если бы не было вот этой элефантины в мою сторону, в моем море, я бы, может, линкорами сплавал, что-нибудь там пообстреливал Сиаму. Но почему-то всю игру Египет просто был четко зафиксирован на Карфаген. Единственный соперник в игре. Так у нас такая дуэлька с Египтом получилась в итоге. Очевидно. Ну и кто здесь победил? Сиам. Ну, посмотрим, конечно. Я, опять же, повторю, я специально не просматривал полностью игру. Не сорял, чтобы было самому интересно это комментировать. Потому что все-таки 4,5 года, за это время столько игр сыграно, что фиг помнишь, что там происходило, где, в каких турнирах, что творилось. Ну, знаете, может, я еще, может, эту игру еще и не выкладывал, потому что здесь-то я не очень хорошо сыграл. То есть, может, я решил... Может быть, я специально не комментировал, чтобы потом прокомментировать игру. А потом, когда она была сыграно, я решил, что оно что-то... А что тут выкладывать-то? Сыграно плохо. Что тут? Разве это будет интересно зрителю? Я просто даже не вижу тут со своей стороны каких-то таких офигительных вещей, что можно было сказать, да, типа, там, не повезло. Там, кто-то объединились против тебя или еще что-то. Место хорошее. Я не скажу, что отлично, но это хорошее место. Тем более, что на отшибе. То есть, сиди, тупо развивайся. И все. И я, видимо, там заснул в процессе развития. Хотя, знаете, еще игра то ли 3, то ли 4 дня игралась, судя по сейвам. И это, знаете, расхолаживает. То есть, если у тебя вначале есть что-то, какое-то представление, что ты собираешься делать, то потом ты просто забываешь, что ты сходил. Он, конечно, золотой, но... Видите, подлодка с тремя прокачками убивает атомную подлодку. Ты что-то и золотой говорил? Унитаз, надеюсь? Нет, ты. А, я золотой. Спасибо. Ну, по крайней мере, Сириус так считает. А, то есть он тебе бабло вкидывает, чтобы ты мне войну объявил? Нет, он просто предложил мне золото. Люк. Ну, а чё? Я тебе предлагаю, Ара, чтобы ты это снес город. Ну, смотрите, все, все везде на первом месте Сиам. Хороший город. 83%, 88%. Так. Ну и примерно у Сиама... Где-то 88% или 89% наука. Ну, я уверен, что Сиам будет на Египет нападать. Просто потому, что Египет впереди по науке. Сиаму уже не нужны города. То есть он в развитии достиг... Ну, достиг чего надо, чтобы нормально развиваться. Теперь ему надо остановить главного конкурента. А главный конкурент для него получается Египет. Просто по той простой причине, что Египет может победить улетом в космос. Очевидно, намного раньше Сиама. Боже, сколько продукции влит. Он переправил сюда к Ском, чтобы и территорию засвечивать, и потом захватить этот город. Он просто не может ближе. Хотя, по идее, должен быть мочи. Почему, например, к самому Никарфагену не перебросить? Не знаю. Хорошо, давайте подумаем. Вообще, в принципе, есть ли тут какой-то вариант победы. Даже если мириться с Египтом... Ну, я не знаю. Даже если мириться... Предположим, даже если я мирился с Египтом, то воевать вдвоем надо против Сиам. Это во-первых. А во-вторых, это чисто тогда я буду играть на победу Египта того же. Просто потому что победа над Сиамом мне не позволит догнать Египет по науке. Вот и все. Ну вот, а по-хорошему, а что... А вот что я тут... Вот это, получается, самая даже главная моя ошибка, что я ученых с веры не покупал. Это просто самая главная ошибка. Не мог, не закрыл рационализм. Я вот в течение всех, по-моему, предыдущих двух или трех серий... Нет, наверное, предыдущих двух серий возмущался, что я рационализм закрываю, а зачем-то закрываю... Ну, то есть, вот взятие, например, в автократии удвоение стратегических ресурсов в тот момент абсолютно ненужное. У меня не было никаких ресурсов, которые стоило бы удвоить. Вот что мне оно дало реально? Вообще ничего. И вот сейчас... Даже вот сейчас мне эти ресурсы не нужны, понимаете? Вместо этого я мог взять 17% науки и плюс наука торговых поставок, которых у меня не было, но тем не менее. И потом две политики на закрытие рационализма, чтобы потом покупать с веры... Да... Просто... Просто... Причем это не какая-то... То есть, это вполне рабочая стратегия тогда была. Это все об этом знали. Я, естественно, знал, и через это можно было... Причем, по-моему... Вы знаете, просто тут упоминается игра, где я играл за Австрию, а Ара... Ну, где я там подгорел на Ару, я никак не помню, за кого он там играл. Она у меня есть на канале, я ее просто нашел. И там посмотрел, что я как раз там скупал только в путь... Только в путь ученых за веру. Я не за Австрию играл, прошу прощения. За Австрию там еще один другой участник был. За кого же я там играл? Еще раз посмотрел. Я, в общем, за Марокко играл, а Ара там играл за Рим. Да, такая тоже... Забавная партия была, но она как раз была выложена в 2016 году. Четыре с половиной года назад. Ну, я, в общем-то, тут занимаюсь только тем, что отстреливаю Икс Комы. Которые высаживает мой соперник. Я даже, посмотрю, ядерку нигде не строю. В Гадасе заново стены отстраиваю. Ну, на самом деле, стены... Вообще, у меня Красный Форд и Химедзи. Они, с одной стороны, конечно, помогают, а с другой... Вообще-то, против стелсов тоже не особо сильно. На самом деле, даже удивительно, что Сиам быстрее Египта вышел в стелсы. Это... Вот в этом, кстати, ошибка... Ну, вот я использовал инженера, чтобы ускорить ядерку. Ну, что, я и буду из нового Краффагена только бросать их. Это же вообще-то такое... Бессмысленное использование ядерок. Мне бы в Фивы попасть. Да и то, ну, вот, серьезно, ну, вот... Зачем? Зачем вот эта война? Зачем? То есть, я вообще не вижу смысла с Египтом воевать. Вот он всю игру сделал вот этим городом Элифантиной. По-хорошему, это просто вот сагрить тотально. Еще раз повторю, был бы этот Элифантина в другую сторону, в другую сторону континента, я бы не имел ничего против. Просто потому, что она тупо далеко. А так вот, в такой близи... Потом еще и... Невозможно с человеком договориться. Это, конечно... И он почему-то именно на мне был зафиксирован, а не... Ну, я вот не знаю, имеет ли мне смысл... Ну, он, конечно, будет... Если бы он перебрасывал туда ядерку, он бы в последний ход перебрал... Вот зачем я туда подвел линкор, интересно? Чтобы он стелсами обстреливал его? Класс. Просто... Просто подвел... Я не понимаю, зачем. А, я засвечиваю город. Да, теперь понял. Ну, это ж можно как-то и... Спасать можно было бы. Два линкора просто на ровном месте потерял. Бессмысленно. Кроме того, тут я мог бы захватить город попозже, чтобы он как раз икскомы не мог высадить. Раз только в первой половине можно высаживать. А сейчас, когда захватил, он может опять высаживать икскомы. Так, сейчас придется... Слушайте, а я вот не помню, какие тут города... Предлагаю всем проголосовать за Карфаген, как мирового лидера. Я выиграю дипломатически. Ну... А потом вас всех забаню за нарушение правил. Прекрасный план. Ну, запрещено, конечно же, правилами турнира. Ничего не скажу. Голосовать за кого-то другого, кроме себя. В дипломатической победе. Вот какие... Я просто думаю, вот и опять повторю, какие у меня сейчас шансы на победу-то вообще. Ну, единственный шанс на победу, что Сиам нападет на Египет, и так неудачно, что Египет будет отбиваться, и они будут долго воевать между собой. И мне, наверное, тогда надо будет нападать на Сиам, забрать города Майя. Тем более, что там в одном из городов Уран есть. Ну, только так. Ну, я, честно говоря, не представляю, как можно... То есть, Сиам слишком не отстает по науке от Египта, и слишком опережает его в производстве, чтобы провалить атаку. Ну, как мне... И более, самое главное еще, у Сиама есть уран, а у Египта нет. Вот и все. То есть, во-первых, у них защитный пакт до 209-го хода. Я уверен, что все эти ходы Сиам просто строит ядерки. Не знаю, будет ли он нападать прямо после окончания защитного пакта, но... Очевидно, он будет нападать, когда у него будет достаточно ядерок, а у Египта этого просто нет. Я не понимаю, зачем ему надо было со мной воевать и портить со мной отношения. Вообще, в любом случае, я не понимаю, почему он считал меня основным соперником Анисям. Вот опять в очередной раз. Да, ну, опять, я повторю, тут моя ошибка все равно в первую очередь. Мне не надо, мне не стоило было, не стоило зависеть от, там, настроения или от каких-то мыслей Египта. Мне надо было просто забрать или Фонтину, и Египет дальше мог думать все, что угодно, и он бы мне просто ничего не мог сделать. И, возможно, мы могли бы договориться. Но, знаете, судя по разговорам в этой партии, очевидно, что там какие-то были терки. И до этой игры, видимо, меня как-то не устраивала дипломатия Сириуса, я ему уже тогда не верил никак. Он почему-то чисто против меня в этой партии играл. Ну, опять же, вот можете написать в комментариях, по моему мнению, в этой партии я договоренности выполнял, которые у меня были с Сириусом, а он под видом, под видом, чего он там думал, что он может быть, я ему войну объявлю, хотя просто очевидно, что он не хотел выполнять в дальнейшем договоренность, постоянно нарушал. Ну, как-то так. Как вам это видится после четырех с половиной лет? Ну, он даже не может... У меня города, в принципе... То есть он... Все, что сделал в войну, это так ослабило меня, что я уже не в состоянии тут, конечно, победить. А он не в состоянии в одиночку с Сиамом справляться. Отличное стратегическое решение. А мне надо было всего лишь один город у него забрать. Да, ошибка моя. Ну, три моих ошибки я уже сказал, в общем-то. Все эти три ошибки стоили мне всей игры. Ну и вообще общая такая... Явно я не был настроен даже на игру. Как-то вот не то ощущение, что я там высчитываю. А, я высчитываю, что если у него в Вильнюсе будет истребитель, что он может увидеть мою подлодку. Не, подождите. Так истребители не засвечивают подлодки. Не знаю, что я высчитываю. Блин, 2680. Я... Этих инж... Да, я штуки 4 инженеров купил за веру. Реально. Ну... Я даже до сих пор не закрываю рационализм. То есть мне нужно еще одна социальная политика, чтобы закрыть рационализм. То есть какой ход 208-й? Это... Ну, там можно, конечно, какое-нибудь чудо попробовать построить. Я не помню, есть ли еще чудеса на социальной политике. Но если своим ходом это как минимум ходов 10 еще надо, просто чтобы закрыть рационализм. Вот как я планировал вообще науку получать. Чисто воруя шпионами. Мне интересно, вообще шпионы они там хоть что-то соворовать могут. Да, тут еще при захвате городов, опять же, в отличие от шестой цилы, тут еще очень много зданий уничтожается. Во-первых, уничтожаются в городах все защитные здания и все здания, которые дают культуру. А во-вторых, рандомные еще здания уничтожаются. Поэтому тут, когда у тебя города переходят из рук в руки, можно очень серьезно потерять в развитии. Все молчат или я вылетел? Все молчат и только сопят. Я не сопел и не слышал вашего сопения. Ты врешь. Что вы все врете в этой игре? Я не могу понять. Не, я просто не сябрю, я сижу и соплю. Что-что? Я сижу и соплю. Поэтому и молчу. Поэтому, наверное... Так, может, у тебя что-то с носовой перегородкой просто? Тебе было кухо-горло-носу? Я в курсе. Не, я боюсь. Слушай, очень тебя, конечно, хреново слышно. Меня тут уже на максимум выкручено. Но он подлодку может еще в Вильнюсе, конечно. А, но ему неоткуда ядерком взяться. Он, собственно, может единственное, что стелсами и... Я даже не смотрю, сколько ресурсов у соперника, сколько алюминия, например, у Египта, и сколько у него, соответственно, стелсов может быть. Ничего не проверял. Микроменеджментом городов не занимался. То есть, просто, иногда поставлю камеру посреди океана и пырюсь в него. Отличная партия. Отличная партия. Ничего не скажу. Если в шестой цели я просто иногда не успеваю за счет там таймер реально более быстрый, то здесь, смотрите, ход еще, ну вот... Ара, у тебя же ко мне караванчики бегают. Зачем тебе это все? Что? У тебя же ко мне караванчики бегают. Давай дружить. Так же в свою игру дружили. Ну вот давай закончим игру в дружбе, в мире и жвачке. Зачем нам это все? Но-но-но, здесь пропаганды тут. Запрещено законами Российской Федерации. Ну, как я предполагал, будет Сиан именно на Египет. Опять же повторю, я уже тут не конкурент, просто потому что я могу победить только всех захватив, а Египет может победить, улетев в космос. У меня даже проект не построен космический, как там Союз Аполлон называется, или как он там. то есть вообще без шансов на победу, какую-то победу, кроме военной. А военную у меня может быть возможно еще раз опять же повторю, если Египет и Сиан так загрызутся, что ну реально позакидывают, например, ну, то есть Сиан будет закидывать Египет атомками, но при этом Египет будет какие-то города у Сиана забирать. То есть это не так просто будет. Ну, я не вижу, как может тут сопротивляться, просто у одного есть ядерная ракета, у другого нету. И да, он самолеты не будет там сильно терять, потому что есть бомбоубежище, но две ядерных ракеты и город захватывается. Скорее всего, Египет перебросит все стелсы в самые дальние города, но он будет терять ближние. Слушай, ты уже по-моему третий раз за игру идешь. Волнуйся, чувак. Победа все-таки идет. Мы тут как-то играем-то все часа полтора. Волнительный момент, понимаешь, шляж. Есть же какая-то сублимация как-то по-другому. Я просто волнуюсь за Ару. Типа какие-нибудь проблемы со здоровьем. В этом будем мы миноваты? Ну, Египет так и переживал заодно в первой части за него. Тфу-тфу-тфу, конечно. Кто переживал? Я за него переживал в первой части. Там тоже что-то Ару делал. Я за него переживал. Ну, их упустила я свой шанс. Не захватил ничего у тебя. Тишко много кораблей. Почему ты у меня два города захватил? Ну, ты их отбил обратно. И несколько раз? Да. Главное было Карфаген захватать. До него тупо не долетали они. надо договора соблюдать, а не захватывать. А ты хочешь сказать, не объявил бы мне войну? Если бы ты улетал, я бы тебе объявил войну. Ты меня просто вынудил захватывать этот город. Потому что тебе невозможно доверять. Я всю игру тебе одно и то же говорил. То есть мне этот город нахрен не нужен по-хорошему. Он мне не в экономику ничего. Я единственное не хочу, чтобы ты ко мне пришел с ядерной ракетой. Чем все закончилось? Ты пришел ко мне с ядерной ракетой. И построил ядерную подводную лодку и вперед. я тебе скинул из нового карфагена. Потом захватил новый карфаген. Проблемы начались именно в этом. Ты на меня нападешь. Я всю игру на тебя не нападал под видом того, ты построишь ядерную подводную лодку, а ты на меня напал под видом того, что я на тебя нападу. О чем можно договариваться в следующий раз? Да, опять все о том же. Я просто не понимаю, как с моей стороны можно было подругить. Получается, опять ты меня вокруг пальца обвел. На ровном месте. Я мог этот город захватить вообще не напрягаясь, потому что у меня 11 линкоров. Приплываю, забираю. Нет, я как бы верю, вроде договорились. Ладно. Ара, не надо воевать, а? Может не надо? Приведи мне хоть один довод, почему я не должен с тобой воевать. Халецкий улетит. Ты первый по промке? Ты первый по науке? А, да, слушай, Ара, надо воевать с Арой. Ара уже выросил, так что Ара, надо с Арой воевать. Точно, точно. Скинь на себя ядерку. Просто я помню, что в пятерке были игры, когда людям оставляли один город, и он даже с этим одним городом улетал, даже это было не столица, и он с этим одним городом в итоге улетал в космос. Именно поэтому Сям сейчас будет на Египте. И, кстати, по-моему, это даже Ара был в какой-то из партий. Ну, наверное, разные люди были, скорее всего. То есть, это вполне возможно. А тут все города у Египта есть, так что он будет явно на него нападать. Вот так. Прямо сразу. Да, вот такое тут он говорит. Смитти сразу просто Сям. Только закончилось защитный пак сразу на Единбург. Вон ядерка прилетела. А, даже на Единбург и Дублин. Но он как раз сделал то, что я не сделал между Мемфисом и Дублином. Я мог так ядерку кинуть, чтобы на оба города попало. А он так кинул ядерку, чтобы на Дублин. Но видите, у него меньше... Обратите внимание, что в Египте меньше жителей умерло, потому что там ставят бомбоубежище. Они, по-моему, 75% сохраняют. А у меня когда ядерка падала, там 50% умирало сразу жителей. То есть даже сами по себе ядерные ракеты битуси... я вообще тупо сыграл. Арк, давай торговать. По-любому. То есть просто я даже ядерок было достаточно у меня убил экономику. Почему-то не кажется это хорошая идея. Мне даже не обязательно ему даже не обязательно было города мне идти захватывать. Египт. Вот это ядерки. чему надо было захватить горы, чтобы ядерку оттуда кинуть. Конечно. Так нечестно. Почему? Откуда у тебя две ядерки? Нет. Ты кучу урана? Ну, я, честно говоря, я не вижу смысла вот что тут дальше играть. очевидно победы Сиамы. Я ему ничего не могу сделать. Египет тоже ничего не может сделать. Тут без шансов. Зато мы с Египтом всю игру считайте у нас холодная война была. Здорово. Ну, я, наверное, поэтому и считал, что эта игра не особо интересная. я тут тоже приму поэтому. Все еще считаю, я до сих пор не выучил, насколько летают самолеты. картагон нова. Ну, и, соответственно, там еще и стелсы прокачаны. Блин, у меня отличные юниты были прокачаны с тремя покачками все. То есть, у меня Пентагон построен в городе со всеми улучшающими зданиями на юнит. То есть, у меня в плане развития вообще очень классно все сделал. Но так это все было бесцельно и я просто во все стороны бросался. Типа, делал все, что хочется, но это было туповато. Еще раз повторю, раз, ну, видите, пауза между разговорами. То есть, первая цель у меня должна была быть забрать элефантину, вторая цель отъедать, ну, вообще, отъедать города, это просто всегда должно быть. Микроменеджмент городов, раз я сижу один на Атшибе. Сиам там занимался захватом голландца, Египет без элефантины мне не страшен. Все, сиди и, и тем более, что еще уран рядом был, где я сразу мог поставить город и использовать его. Я все-таки действительно не понимаю, каким образом я так отстал по науке, а при этом Ара так вблизи по науке. У нас дофига веры было. Ученых свернули. А, да. У меня все троих. Я троих купил. Сколько ты купил? Троих. Ну, я тоже троих. Ну, у тебя, Сириус, еще Пизанская башня. То есть, это, считай, еще, я думаю, один лишний. Слушай, Ара, дай уже Мемфис мне захватить. Иди там. Я сюда прилетел вот для этого. А, алюминий. Ара, Ара, давай захватывай уже Фила. Ну, что будет? Обретешь верного друга, тогда я смогу играть. Он улетит, он улетит. Так, не пень. Какой улетит? Я нету деталей, просто не переживай. Не верю. Давай захватывай Фила. Не верю. Филе. 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 Чтобы я смог как-то воевать. Филе. Филе. Что-то хочешь то и то? Ну, окей, давай, еди на военную победу. Как-то не знаю, тут мне кажется, нам просто стоит признать победу себя, а ну, что мы тут? Скажи мне, на какую победу я еще должен идти? Кроме военной. Ну, не знаю, у тебя по-моему все отлично. Может, с научной. Может, я по-моему просто еще даже не строил, а так и что. Вот видели, мы сейчас как бы рабочий как раз на горе находился. Способность Карфагена, правда, не знаю, нафига я его на гору вставил по прошлым ходам с другой стороны. о, атомные подводные лодки наконец-то. Давай, сбирай филу уже, что там. Не, вообще, по-хорошему, мне бы сейчас попробовать уже ядерку всям бросить, но вы видите, сколько у него городов, то есть ядерка будет просто как слону дробина. Не важно, куда я ее брошу. Она просто вообще ничего не поменяет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok иным. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, вот как тут ядерки. Надо сейчас ядерку перебросить на атомную подводную лодку. Ну, мне кажется, в 6-й Циве это все намного лучше сделали. То есть логичнее, удобнее просто. Я уже молчу о том, что в 5-й циве детали косвическому кораблю и атомки можно было уничтожить своей атомкой. Просто кого раньше клик, тот и уничтожает. Лёша, а ты его детали вообще видишь, нет? Нет, у меня детали, я вообще не строю. Я строила. У меня не везде сидят шпионы, как я их могу видеть? И ни одну деталь нет, ты смеешься на что ли? Нет, нет, нет. Ну, не знаю. Я тебе честно все сказал, мне нет детали сейчас. Я тебе предлагаю забрать стольню, прости с союзниками и все. И улетать, выиграть стольню, захватывать карфагена, последнюю стольню и все. Тогда меня быстрее ты сама, вынести тебя и спокойно потом забрать стольню на это. Ну, какая разница, со мной воевать будешь или тоже жить? В любом случае, те хипы захватывают. Ну, потому что с тобой мы вдвоем воюем. Так у меня и так нет алюминия, и остался вообще... Мы тебя уничтожим. Благо. Что поделать, у меня тут вообще... Поэтому уран я и предлагал забанить. Потому что мне невозможно было выиграть в парте вообще никак. Ну, конечно. Если уголь мне кое-как там... Сириус, ну, я тебе еще раз говорю, у тебя стиль ведения переговоров очень негибкий вообще в принципе. Главное, нет возможности выиграть. Сам первый кинул ядерную ракету, но у него не было возможности выиграть. Не было. А как я должен был выигрывать? Скажи, расскажи. Мне даже интересно. Со мной договариваться, чтобы можно было с Арой воевать. Или хотя бы воевать с Арой, когда он с голландцем воевал. договорившись со мной при этом. Я не понимаю, как вот можно, имея один город на воде, в итоге вот так договориться. И, то есть, я тебе все равно... Ну, блин, я же свой договор выполнил. Своей стороны. Боже, это же по третьему разу у меня пластинка заводится. Не, я понимаю, как бы, почему я там возмущаюсь. Но, с другой стороны, опять же, я повторю, я сам мог себя от этого обезопасить, просто ни о чем не договариваясь с Египтом. Очевидно. Просто, вот, гнуть свою линию, как поет Сплин. И все. Поэтому, мне кажется, я так больше, вот, подгораю, что, типа, доверился и... Проиграл в этом вопросе. Ну, игру я проиграл не поэтому. Я не думаю, что я бы ее выиграл, если бы даже все договора выполнялись. Просто, вот, как-то, совершенно невнимательно все сыграно. Абсолютно. Поэтому, наверное, и не стоило, и не выкладывал я ее тогда. Можешь Мемфис захватить. Ну, мне передать, например, если у тебя там нехватка. Не, вот это я по-другому буду. Там мечта твоей игры. Знаешь, какое там чудо? Да, вижу. Хе-хе-хе. Это он, наверное, про Мачу-Пикчу. Слушай, еще одну ядерку. Это... Я... Я хоть ту использовал, в конце концов, или нет? Где там атомная-то подводная лодка? Мне кажется, я тут играю чисто... Для того, чтобы эту последнюю ядерку бросить. До конца довести ядерный апокалипсис. Вон, вообще, вся земля в Египте в ядерном апокалипсисе. Да, кстати, реально Армагеддон недалеко-то от Египта находится. Слушайте, я, честно говоря, не вижу, как мне тут можно победить. Может, тогда закончим? Блин, ну графики хочется посмотреть. Ну, 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 ну... Кажется, можно было заканчивать, на самом деле, ходов 10 назад примерно. Ну, как только Сиам забрал голландца, и у Египта не получилось меня забрать, то все, ну, то... У Египта только вот была одна возможность. Он ее упустил. У меня слишком хорошее развитие было. Все равно слишком много юнитов, все зря. Но то, что я их кучу потерял, это нереально. Вот там Вильнюс отбили. Прикольно. Прикольно. Прикольно, я захотел неркать, у меня счастье стало больше. Там что-то внутри-то. Парфеном? Мачу-Пикчу, наверное. Может, какой-нибудь Ноттердам? Нет, Ноттердам я сам построил. Может, что-нибудь в автократии взято? Ну, я же в любом случае ему ломаю там все и тазармы, там и прочее. Ну, он на золоте стоит еще. Ну, все равно. Странно. Мачу-Пикчу, по-моему, тоже счастье дает. Так что, я думаю, оно тоже дает. А, и плюс у него, по-моему, запретный дворец у Сиама. Покур. Ну, что, может, сильно закончим? Ну, что тянуть-то время? Все понятно. Блин, ну, а как же радостная сладость победы. Ты слишком долго голландцы пилил, по-моему. А, ага, если все остальные согласны своей победой, твои мнения не важно. Ты можешь потом с компьютером прокликать. Прокликал, куда делать. Би один город-то осталось взять. Ну, да. На самом деле, то, что я долго воевал с голландцем, мне кажется, это даже хорошо. Мы так четко успели разосраться клево. Я даже не мечтал о подобном развитии. Ну, я вот, я не понимаю. Вот, то есть, Сириус еще раз. Сириус построил ядерную подводную воду, потому что я плыл мимо его города кавалерией. Ну, это, блин, я не понимаю, вот как даже. У тебя даже рядом ни линкоры не стояли, ничего. Линкоры были вообще в другой части света, рядом с границами Сиана. Да, ну, где у тебя линкоры, понимаешь? Ну, блин, и шантажировать этим, типа, давай, ты же тогда воевать будешь, не будешь захватывать этот город. Ну, конечно, если ты будешь улетать, я буду с тобой воевать. Ну, я не понимаю вот этого. Что, договориться вообще без войны, что ли? Ты помнишь фразу, я говорил, если ты можешь мне пообещать то, что мы не будем с тобой воевать после кончатинга воронки, то я не буду строить. Ты мне этого не стал. Ну, блин, это у тебя какая-то вот странная вся дипломатия в играх, в конце игры заключать мир. Ну, как я могу тебе пообещать на 200-м ходу, что я не буду с тобой воевать? Ну, серьезно. Я еще вышел в автократию при этом. Тут даже не в плане моих планов и прочего. Ну, мы же можем договориться, там, сначала, например, на тот же Сиан напасть. Ну, в итоге-то я потом все равно буду с тобой воевать. Как это по-другому? Я считал, что ты впервые улетишь, чем в Сиан. Отлично. Ну, вот смотри демографию, как я улетел. 86%. Я не понимаю, зачем ты взял автократию. Реально не понимаю. Потому что я хотел воевать. Я на этом, Катя, очень долго денег поднял, прочее. Вот единственное, что я сглупил, это с учеными. Вот это я признаю. То есть надо было пару политик в автократию не брать, а закрыть действительно рационализм. И нормально у меня было бы. Я бы не отстал по науке. Но воевать, по-моему, мне, например, очень понравилось. Потому что у меня куча всех ресурсов, прочее. Видишь, ты меня взять даже не смог в итоге. Хотя у меня бомбардировщики и какая-то мелочь тут пузатая бегает. А у тебя стелсы и x-com. Ну, а как я мог? Любой игродат отбивал обратно. Да. Мне не доставали эти стелсы. Просто не доставали. Потому что ты не договариваешься. Я тебе еще раз говорю. Ты играй. Вот какой раз я с тобой играю. То есть одно дело, там, ну, вот Ара там нападает, когда ему надо. То есть он не заключает. Но ты заключил договор. Ну, как бы его надо соблюдать. Это уже не первую игру я так вижу за тобой. Просто вот тебе надо что-то. Ты договор по боку. Ты вот идешь напролом. Когда в предыдущий раз? Скажи-ка. Ну, в финале этого турнира. Когда ты упорно. Я тебе говорю, я не буду заключать с тобой оборонку. Потому-то и потому-то. Нет, тогда в спину ударишь. Напал на меня. В это время счастливо Кулкэт улетел. А что, я кого-то обманул этим? То, что я на тебя гибнул. Причем тут обман. Я тебе говорю, в данном случае не то, что ты не выполняешь договора. А то, что надо гибче подходить. Какие-то искать компромиссы. Ты вот, я тебе говорю про то, что ты вобьешь себя в голову. И ты прямо действуешь по этому. Ты решил, например, что я на тебя нападу. Я не знаю, может, у тебя план был именно на меня напасть. И это подвел. Так вот, ты вот решил, что я на тебя нападу. Все. Прямо прямой наводкой. И никак от меня не сделаешь. Знаешь, у меня нет урана. И ты требуешь от меня, и главное, требуешь от меня гарантий. В том плане, что давай еще защитный пакт заключим. Пообещай, что ты на меня нападать не будешь. Ну, класс. То есть, я обещаю, я свои договора исполняю. А ты, вот, там, тебе приходишь это в голову. Ты действуешь, как тебе нравится. Ну, вот это не дело. То есть, я так смотрю, как ты действуешь. Ну, блин. Леш, если бы хотел бы я нарушить, вот как ты мне предложил оборонку, я в тот момент построил бы детали, построил бы и подлодки, и пошел бы плавать. Если бы хотел бы нарушить, я бы так и сделал, понимаешь? Ну, ты построил все равно, ты построил ядерную эту подводную лодку за восемь ходов до конца. Это для обороны построили, понимаешь? Для обороны. Ну, мы договаривались не строить. Ты, вот, ну, то есть, я вижу, ты построил. Что, по-твоему, я должен думать? Ты уже нарушил и говоришь для обороны. Что я должен думать? Армия была всегда, армия-то была, блин, с этими линкорами давным-давно, я ее не апнул, вот сейчас приплыл к тебе, тем более, что их не было около тебя. Около тебя были, блин, две кавалерии. Я видел еще... Которыми я плавал от Праги, Флоренции, Рагусы, Малаки, собирался всех них в дань, потому что просто флота не хватало. Ну, что там, Армия, Голиополь, я посмотрю графики, хоть. Ну, я что-то проспал, он убил на Искому, поэтому в этот ход получил четко его закрыть. Ну, у меня тут победы реально вообще никак не могут быть, у меня Урана не было вообще, близко даже его не было, только Уары. В кое-то веке мне вот с ресурсами повезло. Ну, не считая, конечно, угля. Ну, как повезло, ты для этого Майя захватил вообще-то? Ну, я всегда как бы захватывал. Блин, я забыл спросить, вообще, слышите, мы забыли спросить Улигу, что это за тактика была с отдаванием угля непринятием идеологии, и почему он пошел в Лексинскую Капеллу? Что ты ему там дал? Ну, я ему дал кучу голды, но вот как он мне написал... Кучу-то сколько? Твич, то, что он, во-первых, понимал, что я не возьму его идеологию и свободу, и он хотел меня уравнять против тебя. Против меня? Ну, да, ты тогда был лидером по демографии. Ну, реально, ты все игру не воевал, ты развивался, причем на море, с хорошей педры такой, у тебя все отлично было сегодня. Мне кажется, даже не только тебя, он, скорее, мне кажется, хотел усилить моего соседа, на случай, что если я пойду... Не, ну, не, так я согласен... Я хотел уже троих объединить, я здесь, если что. Я хотел, не, так я согласен с тем, чтобы там усилить соседа, пускай, ну, сначала ты принимай идеологию, а потом давай другим, разве нет? Так он понимал, потому что я не успел, потому что там Ара с войной на меня смотрел, и мне строить фабрики вместо войск, это, как бы, вообще, не вариант был. Поэтому я поддавал, ну, продавал, и чтобы они, вы начали смотреть больше на Сириуса, чем на меня Ара. Точно так же и ты, Леш, там, все игруще-то непонятно на меня говорил, то, что я там разведчиком побегал по твоей территории. Ну, и, если бы я принял даже вторую свободу, меня бы это сильно не расстроило. Слушай, ну, до тебя, до тебя, да, ты тебя плыть, слушай, Ара у тебя ходит? Я, походу, зависла. Может, перезагрузить? Смотри, вот, науку вход, примерно на современность, Леша идет на везде на третьих местах, отставая где-то на 200 в среднем. Да я прилично явно отстаю там. Моцарая одновременно, ну, одинаково у нас был науку. То есть, получается, что и науки, вход у меня все равно меньше, чем у вас, да? Да это все религия и ученые решают. У тебя их не было. Не, но ученые-то, они же брали с ученых религии и сжигали их явно. Ну, а почисту технологии отчетливо видно те моменты. Ну, они специально не тратили вальчики религии, только собирали их на конец игры, чтобы потом, чтобы 5 или 4. По наученым входит встают, вот, даже по-русски вход отстают. Ну, это уже как ядерки на тебя скинули. Нет, до ядерки. То есть, начиная с современность, там, вот, 200 выскажут. Леша, я зашел, но тебя тут нет. Ну, еще раз перезагружу. Я подключался к тебе, а получилось, что там, короче, надо грузить, на самом деле. Сохрани тогда. Ой, да ладно, слушай, ну не будем же мы вдвоем. В сикстинскую капеллу я бы шелкал с компьютером, короче. Пизу я бы все равно не успел построить. Я там отставал по технологиям, а серьез был первый. Идти там в запретный город тоже я принимал коммерцию, а не меценатство. Поэтому я пошел туда. Ну, еще и заодно я забрал фарфорку. Ну, там вообще странно, что я первый вышел, вообще Сириус, там обгонял всех на две технологии где-то. Не, в итоге, в итоге Сириус, мне кажется, ты виноватство Штара победил, потому что, походу, надо было не давать ему мая. Ну, там надо было пилить либо колясками, либо, либо уже даже когда я воевал, вот еще. Я не стал большим соперником, потому что реально Сири Гур один на море, поэтому с тобой я хотел соперничать. Это, да, это опасно вообще говоря, когда вот так вот в углу один сидит, он там вполне могло улететь. Просто вот всю игру изображал, что, ну как, нормально у меня было по-хорошему-то денег, куча прочее. Так, понимаешь, опять же проблема в том, что на Ару мне не напасть, потому что он находится реально далеко. Но мне, если нападать, то действительно на тебя, потому что у меня даже юниты по морю четыре клетки плывут, а идут по земле две клетки. Строить дорогу, он сразу увидит это, что я строю дорогу. Ну и вообще, как бы, в принципе, по-хорошему, мне что на тебя нападать, что на него вообще без разницы. Ну, у тебя хотя бы уран, Леш, есть. А у меня вообще даже урана. Да и нет у меня урана, я поставил по норму потом в конце МОК. Это ведь мой уран. Ну, этот по норму сносится одним ударом ядерной ракеты, это понятно. Не одним. Одним. Смысл в том, что вот у тебя был сосед Сиан, которому ты дал... Что для этого нужно, извини, Леш? По-моему, там чуть-чуть побомбить надо, чтобы... Ну, что раз не надо, бомбить. Два, три, четыре, он снесет одним ударом легко. Сейчас вот я даже проверю у тебя. Проверь, давай. А у тебя, получается, у тебя вот сосед рядом, окей, вы распилили кельта, но когда он пошел на Майя, прям вообще ничего не делать. Я так понимаю, что, конечно, у вас там защитный пакт был, но... Пакт был, договоренность у нас была. В итоге, вот, собственно, за счет этого ара и получил офигенный буст. Девять городов, очень неплохих. Ну, не знаю, если бы Лего там держался подольше, то я не думаю... Ну, как же он мог держаться против стелсов? Ну, объясни, ну. Ну, стелсов он был. Как я понял, он не шел во рту вообще. Не, Монако... Не, понимаешь, Монако берется, даже если бы Лего был во рте, мне кажется, Монако берется. В том случае, беру. Там дальше можно, конечно, через горы. Но, блин, Монако в любом случае бралось бы. Как-то оно непонятно. Поэтому... Ты тоже, лишь непонятно, зачем помогал-то Аре, наоборот, надо было, чтобы Лего был помогать там с Монако. Как я помогал? Я ничего не помогал Аре. Ну, и как понял, там к Монако тоже приплыл, обстрелил. Нет, я так и не приплыл. Он намного раньше взял Монако. Он просто не успел. Нет, я бы... Я, если бы приплыл, то я бы хотел, конечно, сам его взять и освободить для себя. Если бы я это приплывал и делал. Но не успел. Ну, да, ну там... Нет, ну, у меня реально флот был в это время... По-моему, я только закончил с Сириусом воевать, то есть, там, плыть этими фрегатами. Да нет, что, он у тебя возле Козылова там плавал, но ты поплыл наверх потом. Я поплыл наверх? Нет, я поплыл наверх брать у Рагусы, по-моему. И когда Рагуса ко мне... Ой, когда Ара ко мне обращался, у меня флот около Рагуса стоял как раз. То есть, у меня от Рагусы в тот момент... Ну, я ему сказал, окей, пока я плыл, я вижу, что уже Монако падает. Ну, и смысл мне доплывать вообще, в принципе. Так что я как раз, Ария, ничем не помогал вообще в течение всей... Я как раз Легу помогал, между прочим. И роскошь ему давал, и деньги ему давал. Ну, в начале игры, да, у меня там дали роскошь. А ну, и в конце игры, да, я тебе отдал два люкса за 200 монет всего лишь. Ну, конечно, тебе, наверное, это ничего не давало все равно, но... Да, а ты мне тут... Я чисто хотел апнуть стелсы. Ой, стелсы, истребители. Ну, ты, конечно, достойно так, достойно. Да, хорошо защищался. Долго. Ну, я считаю, понимаешь, я считаю, вот эта политика Сириуса, постоянные защитные пакты, это, блин... Оно сушит игру, неинтересно делает. Вот это все. Я, конечно, мог заключить с Сириусом защитный пакт и напасть на Ару таким образом, но я считаю, что это не дело в конце игры, защитные пакты. Просто надо, чтобы все были в равных условиях каких-то. Не знаю, может, какое-то правило внести, например, там... Ну так, ну тебе-то дали ураны, ты первый ядерную ракету и кинул в итоге. И что я с ней мог сделать? У Ары 9, 9, сколько там, 11 даже городов стало в конце игры, или сколько там, 12. Даже если бы я скинул бы на какие-нибудь и два из них... Ну так, может, все-таки на Ару надо было нападать, а не в мою сторону смотреть. Тем более, что у нас реально был с тобой договор. Не строишь на море, я на тебя не иду. Но ты... И ты все равно пошел на меня, понимаешь? Ну, в итоге на тебя пошел Ара. Ну ты, Сириус, ну ты удивительный. Ну, блин, ты улетаешь по науке, и что на тебя не нападать? Ну, вот каким... Ну, при этом ты боишься за один город на воде, в то время, когда на тебя вот есть соперник, который все твои города заберет. И он забрал. Ну, блин, вот только из-за этого одного города, вот понимаешь? А я еще поверил, блин, вместо того, чтобы реально забрать или не корове этот город, и спокойно... И, может быть, даже и тебе было бы проще после этого. Ты бы потерял этот город, и все, и успокоился, и развился бы нормальный. А ты бы улетал, Ара. А? А ты бы улетал, Голландо. Ну, каким... Ну, как... Ну, да. Слушай, как повлияло бы взятие этого города на меня? Объясни мне. Ты же только что посоял графики. Ну, мы бы с Арой воевали, а ты бы улетал. А, да. И, понимаешь, перебил... По норме с населением в три лег от одной ядерки. Ну, вот. Ну, вот. То есть, это такой... Город на овозь. Ты можешь тратить целую ядерку урана, который я... У меня ядерка стоит 670, а тысяч у меня это было 4,5. Я говорю про себя. Как я мог кидать ядерку на тот город? Тратить свою ценную, драгоценную ядерку ради того, чтобы уничтожить город с населением один. Это ты можешь себе позволить. У тебя урана там графика, политика. А у меня урана не было гений. Я и вообще не знаю, как мне тут надо было побеждать вообще. Может, действительно, вот на тебя идти. Но все равно урана бы я не достиг. Если бы я пошел на тебя, мы бы там увязли войне, и Леша бы тем более улетал. И ко мне бы... Да, блин, да, ты посмотри. Ты же графики смотрел, как я улетал, но объясни мне. Если бы я на АРО пошел раньше. Я бы улетал. Ты же видишь, я не сообразил с учеными, что сделать. Ну, зато улетел АРО. Ну, зато улетел в итоге. Да не улетел он никуда. Мы одинаково с ним по науке вообще. У него осталось все, у меня осталось все. Мы по науке шли, да, почти. Только этот самый. Нет, нифига не четко. С Телеса ты вышел, получается... У тебя было преимущество, потому что я в то время еще не вышел в убежище. Вообще. А, ну это да. Но я как увидел, то что нет, урана побежала в убежище в первую очередь. Вот, а С Телеса с их сами, мы вышли с тобой одновременно. Я сколько тогда взял С Телеса? С Оксфорда взял С Телеса. А подлодки атомные и бомбоубежища я взял С Рацика. Блин, мне кажется, даже Оксфорд не использовал до сих пор. Прикиньте. А город ты, кстати, сжег для того, чтобы построить Оксфорд. Да, точнее, Оксфорд я не использовал. Ну, вообще, я его хранил либо на Стелсе, либо на ядерной подводной лодке, а тут уже напал Сириус, как бы, пофигу стало. А вы чем там воевали-то вообще? Я не могу договор соблюдать, и все было бы хорошо, и все были бы живы. А что ты не заключил оборонку со мной, а? Ну, не заключаю я оборонку в конце игры. Ну, сколько тебе... А вот заключил бы и улетел бы ты. Ну, каким образом, еще раз объясни мне, в данном случае я бы улетел. Я не могу понять. Я не могу понять. А понимаешь, Ара не знает об этой оборонке. Он бы на 2010-м ходу напал бы на меня и снес бы меня. А пока я бы там что-то пытался сделать бы, ты бы просто улетел бы и все. Он бы не напал на тебя, если бы мы с тобой не воевали. Я вот уверен, процентов на 90. Скажи, Ара, мне просто интересно. Напал бы. Именно. Ну, значит, ну, что мне еще делать? Я готовился к 209-му ходу, я тут настроил тучу армии. Именно на Сириуса бы напал. А, ну, на тебя мне неудобно, мне в любом случае сначала Сириуса забирать. Так же тебе надо было так делать, и все. Понимаешь, я его города... То есть, за сколько я тебя забрал, Сириус, получать? За три хода? Очень быстро, ну, потому что ядерку ты перекликал в начале, и все. И все, к коту подходит. Ну, да-да-да, я отсекал их в моментах. Я еще перекинул ее специально в другой город, блин, а сделал хуже себя. А куда ты ее перекинул? Я ее в Дублин перекинул, она у меня была в верхнем городе. Она у тебя в Эдинбурге была? Да, нет. Вот стала она в Эдинбурге, а ход до этого, я на последние секунды перекинул ее в Эдинбург. А была она в верхнем городе какой-то. В Дрёплисе? Да. То есть, если бы я ее оставил там, ты бы на него махнул бы? А я в последний ход видел, что она в этом самом, в Эдинбурге была. И в Эдинбурге за три секунды я туда перекинулся. Да, даже в две последние. Короче, там фигово отобразилось, что ли? А-а-а, короче, я сам себя подставил, да? Да, то есть, если бы она была в Гелиополисе, то она там могла сидеть и сидеть вообще. Ну, у тебя вторая ядерка была. У меня их, я тебе открою секрет, у меня их было три. Ну, вот, я их все покупал, там дешево. Так что у меня без шансов тут без Урана. Поэтому я и предлагал забанить Урана. Урана там реально слишком много решает. У тебя шансы, если дипломатию вести, еще раз повторю, ты просто любишь, узнаешь, как бы, контролировать игру и действовать как тебе нравится только все. Я в любом случае, вы двою-два автократа распилили бы рано или поздно. Это вопрос времени всего лишь. Никакая дипломатия тут не помогла бы. Ну, не знаю. Видя, что у вас одинаково там армии или Ара побеждает, я не думаю, что Ара бы так радостно нападал на тебя, имея сзади возможность, что я на него нападу. Я, например, Сара защитный пакт на минутку не заключал, не знаю, фиг, когда он там закончился и никаких защитных пактов не было, например. Да, у нас все было это. Сейчас, я просто, даже мне интересно глянуть, когда у нас закончился защитный пакт. Ну, в ходу. Еще, по-моему, я с голландцем воевал. Блин, тут, походу, не сохраняется кончание защитных пактов. Да, защитных пактов не сохраняется. А, нет, вот, с Египтом закончился на 196-м. Да, вообще фиг знает. Да, на 4-й же. На 74-й был. На 74-й. Вот, у нас было 6-й. Я рассчитывал, потому что за 16 ходов я смогу тебя захватить в стольную. И не просяду по счастью, поскольку у тебя там чудо вот это классное, автократское. У нас с Арой закончился защитный пакт на 166-м ходу. И после этого... Нет, после этого был еще один. Я не нашел. Точно не должен был быть. Потому что я вместе с вами заключил предпоследний, а потом последний я заключил только с Сириусом. 166-й вот я вижу. Потом у нас с тобой на 173-м закончился научная фигня. И все. И дальше нету. Вот на 177-м мы обменялись слоновой костью-трифелями. Открытые границы. Еще раз на 181-м закончился научный договор. И все, и последнее на 179-м мы эти посольства приняли друг друга. Вот так вот. Ну что-то, всем спасибо за игру. Да, спасибо за игру. Тут, походу, опять можно не голосовать. Потому что получается... По хорошему у нас с тобой одинаковые показатели в ходе турнира. То есть... Ну и какая разница. Тут один из нас пройдет. А второй голосованием, получается, пройдет. Ну да. Я, кстати, думал об этом. Это было... Одним из... Как бы... Одной из причин, почему я пошел лягу сносить. Я подумал, что я сношу... Как бы мы остаемся втроем, и мы втроем и выходим. Ну не знаю, если бы мы тебя вынесли, ты бы не вышел. Кто-то из вас за меня голосует за оставшуюся. Вы же меня допилили, не допилили блядь. А если бы тебя не было? Я бы посидел, не переживай. А, слушай, так ты сейчас выйдет с Сириуса полностью. Ну и что? То есть за него вообще никто не голосует. Не, ну... Не, ну он полетел. Не, ну он по-любому проходит, как третье место занявший. Там... Ну, получается одинаково это. А вот если бы тебя полностью распилили, Ара, ты бы не прошел, я думаю. Ну да, наверное. Но вы бы не стали меня пилить, вы бы умерли. Не, если бы мы договорились бы как-нибудь, каким бы-то чудом там, ну ты бы было бы распилили. Не, ну если бы поставили, то как бы задались такой бы целью, да, наверное. Не, ну ладно, все правильно сделал. Победил и все. То есть, что тут? Как-то высчитывать варианты. Ну что, до встречи в финале. Да, тоже компания. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok